Глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги, ну, прежде всего, я, конечно, хочу сказать слова благодарности, потому что для меня большая честь не только участвовать в этом заседании, и вообще в онкологическом форуме, но и выступать с первым докладом, хотя, наверное, это и правильно, поскольку лучевая диагностика пронизывает всю неврологию, всю нейрохирургию, и, естественно, нейроонкология, начиная от первых шагов, чтобы хотя бы увидеть, есть там что-то в веществе головного мозга или ни о каком объемном процессе речи не идет, и вплоть до оценки эффективности проводимого лечения, в частности, комбинированной терапии глиом. И если говорить о посттерапевтическом эффекте, то сегодня мы оперируем достаточно четко уже сформировавшимися понятиями представления, и мы говорим о полном ответе, истинной прогрессии, псевдопрогрессии, радиационное поражение также, безусловно, рассматривается, мы прекрасно понимаем сегодня, псевдопрогрессия, радиационное поражение – это суть звенья одного процесса. И псевдоответ, который пришел к нам с появлением, с внедрением в практику антиангиогенной терапии. Ну а, собственно говоря, понятие ответа опухоли на лечение ведет свое начало с критериях Макдональда, которые были сформулированы в 1990 году, и под полной ремиссией понималось исчезновение контрастируемой части опухоли без появления новых зон поражения, причем интервал между идентичными лучевыми исследованиями должен составлять не менее четырех недель. Под частичной ремиссией понимали уменьшение опухоли в размерах не менее чем на 50%. Прогрессирование – это увеличение размеров, ну и все иное – это картина стабилизации. И несмотря на то, что МРТ с контрастированием, а, конечно, методом выбора является магнитно-резонансная томография, демонстрировала вполне приемлемую чувствительность, вот со специфичностью дело обстояло не очень. Это было связано с целым рядом ограничений, но и в частности с тем, что знак равенства ставился между продолженным ростом, вообще между опухолевой тканью и постконтрастным усилением. Но как же быть тогда с продуктами деградации крови, которые тоже будут гиперинтенсивно на Т1-звешенном изображении, как же быть с глюкокортикоидами, ну и с влиянием вообще химио-лучевой терапии, которая не проходит бесследно для любых тканей организма, и в том числе, естественно, для головного мозга. Ну вот прежде чем погрузиться в лучевую семиотику всех вариантов ответов, конечно, прежде всего надо понять, что же привносит хирургия в наше восприятие лучевых проявлений неоплазии головного мозга. Ну и, конечно же, прежде всего надо понять, что, естественно, хирургическая инвазия, она не проходит бесследно, и в обязательном порядке, независимо от типа взвешенности изображения, мы будем видеть изменения по краю резекционной полости. Это будет зона отёка, это будет, безусловно, зона имбибиции кровью, но в виде тонких, достаточно равномерных полос, а на постконтрастном изображении первоначально мы не будем видеть усиление, но это совсем первые минуты, по сути дела, начиная с 15-й и далее уж тем более, мы будем видеть лёгкое-лёгкое на усиление, контрастное усиление, которое очень тяжело будет дифференцироваться с геморрагическим пропитыванием, но оболочки головного мозга, усиливающиеся на постконтрастных изображениях, закономерно после оперативного вмешательства, будут свидетельствовать о том, что да, это постконтрастное изображение. Итак, внутривенное усиление, вернее, реакция на внутривенное усиление – это закономерный итог в преобладающем большинстве случаев, и при этом мы будем видеть разные модели. Эффективнее всего усиление будет, конечно, работать на предмет выявления остаточной опухоли в первые 24 часа, ну, максимум 48 часов. А дальше будет уже узловая модель, и дифференцировать, что это остаточная опухоль, или же это кровоизлияние не представляется возможным. И вот в том случае, если у нас не проводилась химиолучевая терапия, в принципе, после шестой недели мы ожидаем уже обратную динамику вот этих изменений, а именно реакция на внутривенное усиление. Хочется только отметить, что реакция со стороны оболочек головного мозга визуализируется необычайно долго, но буквально персистирует десятилетиями. И тут мы смотрим на то, чтобы оболочки были при этом равномерно утолщены, представляли из себя буквально 1 мм, ну, максимум 2 мм толщиной, и никаких узлов ни в коем случае мы не должны видеть. И вот, пожалуйста, модель, которую мы видим спустя уже достаточное время, прошедшая после оперативного вмешательства, но, в частности, в данном случае 48 часов прошло, и здесь мы не в состоянии уже понять, что же это такое, остаточная ли опухоль, накопившая контрастное вещество, или же это последствия геморрагии. Таким образом, 24 часа – это оптимальные сроки. Ну вот, как раз в данном наблюдении и показана остаточная опухоль, прекрасно накопившая контрастное вещество, и здесь мы в состоянии действительно сосчитать объем и сказать, что же это было – тотальное, субтотальное удаление, частичное, или же это все-таки был какой-то вариант биопсии. Ну, поскольку вы, вот, нейрохирурги, помещаете в резекционную полость цитостатики, гемостатики, это привносит, а также, вот, свой вклад в формирование лучевых проявлений. И мы прекрасно видим вот эту пёструю, очень резко контрастную картину, нередко вот слоистую и при компьютерной томографии, и при магнитно-резонансной томографии, и понимаем, что это не что иное, как как раз гемостатические материалы и цитостатики. Крайне важно, вот, как раз на этапе буквально первых нескольких часов понять, есть ли переоперационная ишемия или нет. И применительно к ответу это тем более важно, что лучевые повреждения, в частности псевдопрогрессия, будут формироваться прежде всего как раз вот в зоне переоперационной ишемии. Что нам помогает? Конечно, нам помогают диффузионно взвешенные изображения. И если вот на представленных изображениях мы понимаем, что вот дорзальные зоны оперативного вмешательства есть участок патологической интенсивности, ну, что это такое, сказать бывает непросто. А вот DVI однозначно позволяет нам говорить по модели, непосредственно DVI, при оценке измеряемого коэффициента диффузии, мы говорим, что это не что иное, как цитотоксический отек, а значит, это переоперационная ишемия. К сожалению, далеко не все опухоли копят контрастное вещество. Ну, вот как в данном случае Ольга Астроцитома достаточно типичная характерная картина такого кистозного строения, что подтверждается и по данным позитронно-эмиссионной томографии с метионином. Она изначально не копила контрастное вещество, она не копила и в постоперационном периоде, ну, по крайней мере, на первоначальных этапах. Но вместе с тем мы хорошо видим вот оставшуюся опухоль, часть опухоли, которая не была удалена по функциональным соображениям. И вот отсюда следует следующее ограничение, которое связано с критериями Макдональда, а именно совершенно не оцениваются ненакапливающие остатки опухолевой ткани. Ну, в результате эти критерии были пересмотрены, и в 2010 году были сформулированы критерии РАНО, которые позволили более четко определить сроки, когда должны мы проводить исследования, и было дано более четкое определение ответа, прогрессий, и вот те самые опухоли, которые не копят контрастное вещество, тоже получили вот свое отражение в этих критериях. Итак, если речь идет о 12 неделях после химио-лучевой терапии, то мы говорим о том, что новые зоны, накапливающие контрастное вещество, должны визуализироваться вне поля облучения. В таком случае мы можем, имеем право говорить о том, что речь идет о прогрессии опухоли, о продолженном росте. Если срок более 12 недель, то в таком случае, помимо вот этих новых участков усиления вне поля облучения, мы должны видеть увеличение, ну не менее чем на 25% зоны, накапливающие контрастное вещество, значительное увеличение объема поражения на Т2 и Т2 флеер импульсных последовательностях, при этом при стабильных и возрастающих дозах глюкокортикоидов. И вот таблица, которая здесь представлена, в ней как раз и отражены основные критерии. Это и как мы должны увидеть в случае полного ответа, частичного, стабильной картины или прогрессирования, изменения на постконтрастном Т1 взвешенном изображении, на Т2 и Т2 флеер, как относиться к появлению новым поражениям с учетом применения глюкокортикоидов, с учетом клинической картины. И на сегодняшний день это наиболее эффективный и отработанный механизм оценки эффективности терапии церебральных глиом. Так все-таки, вот хорошо, мы постарались определиться, есть ли у нас продолженный рост, есть ли у нас стабилизация, но как же быть с непосредственным влиянием лучевой терапии на вещество головного мозга, ведь развиваются, как мы знаем, осложнения. Да, действительно, мы их хорошо видим при лучевых исследованиях, и они очень серьезно затрудняют нашу жизнь. Но прежде всего, несколько слов о сроках. Как правило, мы имеем дело либо с поздними отсроченными изменениями, то есть не ранее 6 месяцев, но самое ранее 3 месяца, конечно, и интервал до 2 лет. Но бывают и более поздние изменения, и, как правило, это неоплазии, вот как раз такие вторичные опухоли, а именно это менингиомы, которые возникли как следствие осложнения лучевой терапии. Ну, более тяжелая форма лучевого осложнения – это лучевой некроз. Лучевая терапия проводилась в связи с глиомой ствола, фибриллярной астроцитомой, и в височной доле мы видим изменения. Кроме этого, также отчетливо прослеживаются изменения и в мозжечке. В более ранние сроки до 3 месяцев мы ожидаем увидеть разной степени выраженности проявления послучевой лейкоэнцефалопатии. В данном случае это выглядит как зона патологической интенсивности в перевентрикулярных отделах белого вещества, но изменения могут носить очень диффузный, распространенный характер. Это тоже проявление лейкоэнцефалопатии. В более поздние сроки, спустя несколько лет, мы сталкиваемся чаще с проявлением некротизирующей лейкоэнцефалопатии, которая отличается появлением множества обозвестлений, локализующихся в базальных ядрах, в дентальных ядрах, в субкортикальных отделах белого вещества, как мы видим в данном случае. Но все-таки самое главное – это лучевой некроз, это изменения, которые развиваются, как мы все прекрасно понимаем, вследствие повреждения эндотелия капилляров и, как следствие этого, повышения проницаемости их. Вот в данном случае мы видим типичную картину лучевого некроза, когда изменения визуализируются и в зоне первичного роста опухоли, и дистанционной, в том числе на контрлатеральной стороне. Ну, лучевые диагносты, да и нейрохирурги тоже, онкологи, люди творческие, с фантазией, поэтому очаги усиления, которые наблюдаются в случае формирования лучевого повреждения, пытаются характеризовать разнообразным. Это и пальцы Дауссона, и набегающая волна, и соль с перцем, и пузыри, и швейцарский сыр, как угодно. Но самое главное, мы видим зону накапливающего контрастного вещества с перифокальным отеком и с масс-эффектом. И все бы ничего, если бы мы не понимали ограниченность наших возможностей, если мы применяем обычные рутинные технологии. Мы не в состоянии сказать, вот что это такое, лучевой некроз, или же это продолженный рост. И для того, чтобы разобраться в этом, мы применяем те же самые диффузионно-взвешенные изображения, и самое главное, мы выполняем перфузию. Это может быть КТ-перфузия, это может быть МРТ-перфузия, причем как контрастная, так и бесконтрастная перфузия. В любом случае для опухоли будет характерна гиперперфузия с высокими значениями CBV, причем рост CBV наблюдается в динамике. Диффузионно-взвешенные изображения в случае продолженного роста будут характеризоваться резко выраженным гомогенным гиперинтенсивным сигналом, а спектроскопия, которая последние годы пришла в нашу жизнь, будет демонстрировать пик холина. Позвольте мне проиллюстрировать все сказанное. Зона, накапливающая контрастное вещество, мы понимаем, что здесь было оперативное вмешательство, поранцефалическая киста, и что это такое, сказать невозможно. Это может быть как продолженный рост, так может быть и лучевой некроз. Перфузионное исследование свидетельствует о том, что в зоне интереса выражена гиперперфузия. Это красная кривая по сравнению с нормой перфузии, которая оценивалась на контрлатеральной стороне. Это же мы видим и при оценке абсолютных цифр. Итак, гиперперфузия – это, безусловно, лучевой некроз. В обязательном ли порядке нам нужны вот эти цифры? Нет. У нас существует в настоящее время прекрасно работающая визуальная шкала, в соответствии с которой, сопоставляя изменения сигнальных характеристик в зоне интереса с контрлатеральным или интактным белым веществом, скорой головного мозга, мы в состоянии использовать такую градацию. И если первые 2 балла – это, безусловно, проявление гиперперфузии, и, соответственно, опухолевый рост сомнителен, 3 балла – это пограничное состояние, а вот 4-5 баллов – это, несомненно, продолженный рост и ничто иное. Псевдопрогрессия – это подострый вариант лучевого повреждения. Изменения возникают не ранее 1-3 месяцев, и держатся эти изменения 3 месяца, 6 месяцев. Иногда это бывает более выражено. Псевдопрогрессию не просто дифференцировать с продолженным ростом. Что нам помогает? Нам помогают исследования перфузии и диффузии. Вот до лечения, как выглядела картина, перифокальный отек, резекционная полость, накопление контрастного вещества достаточно равномерное, и DVI – отсутствие гиперинтенсивного сигнала – полечили. Зона перифокального отека увеличилась, полость резекционная уменьшилась за счет зоны, расположенной медиально и накапливающее контрастное вещество в виде узла. Чем не продолженный рост? Но это не продолженный рост, потому что на DVI мы не видим резковыраженного гиперинтенсивного сигнала. Это псевдопрогрессия. Перфузионные исследования. Гипоперфузия типична для любого лучевого повреждения, в том числе и для псевдопрогрессии. Но необычайно важным является, что вот эта гипоперфузия сопровождается повышением проницаемости, тогда как на обычных постконтрастных изображениях мы видим в виде узла зону, накапливающую контрастное вещество. Вот эта динамика не столько даже гипоперфузии, сколько изменение проницаемости может носить волнообразный характер. Это представлено в этом наблюдении. Вот по срокам первоначальная гипоперфузия, повышение проницаемости, в дальнейшем нормализация проницаемости, а потом она опять повышается, и потом она вновь нормализуется. И вот понимание сложности, многогранности этих проявлений заставляет сейчас формулировать следующие возможные типы лучевых повреждений. Это регрессирующий тип, который наблюдается чаще всего, и речь идет о полной или частичной редукции первичного очага контрастного усиления. Стабилизация процесса – это отсутствие значимой динамики. Динамики прогрессирующий тип может быть подразделен на два подтипа. Первично прогрессирующий, то есть как началось увеличение размеров и накопление контрастного препарата, так оно держится на протяжении не менее шести месяцев. И вторично прогрессирующий, когда вот эта отрицательная динамика наблюдается спустя уже какое-то время после достаточно стабильного периода. Ну и волнообразный тип, я его только что показала, когда все вот так ни шатка, ни валка, но периодически мы увидим изменения лучевых проявлений. Более того, сегодня мы понимаем, что лучевая картина, псевдопрогрессия – это не всегда МР-позитивные очаги, то есть которые копят контрастное вещество, это могут быть МР-негативные очаги. И вот тогда только повышение проницаемости позволяет нам говорить о том, что в данном случае есть лучевое повреждение. Еще что хотелось бы сказать, кроме вот этих всех перфузионных изменений, очень важным для нас является динамика. Но для этого надо набраться мужества, терпения, ну и прежде всего понимания, что то, что мы видим – это не что иное, как лучевое повреждение. Вот посмотрите, было до лечения, полечили, безусловное нарастание изменений, как на постконтрастных изображениях и на Т2, флеер импульсной последовательности, а в динамике происходит уменьшение размеров повреждения. И вот то, о чем я говорила, диффузионно взвешенные изображения, как же они должны выглядеть? Они должны выглядеть как появление зоны гиперинтенсивного сигнала в сочетании с нормой или гипоперфузией. И вот данное наблюдение как раз иллюстрирует тезис о том, что лучевые повреждения прежде всего формируются в зоне переоперационной ишемии. Вот это ишемия. А вот эти четыре изображения получены уже были спустя достаточное количество времени. И мы видим накопление контрастного препарата в соответствующей зоне ишемии. При этом мы видим проявление гипоперфузии и повышение проницаемости. Это псевдопрогрессия. Псевдоответ – это иная просто категория, когда мы видим, как результат лечения, причем это авастин, лечение, нормализация проницаемости, то есть нет накопления контрастного препарата. Но это не истинный противоопухолевый ответ. На самом деле опухоль есть, и она растет. Что нам помогает? Нам помогает перфузия и нам помогает DVI. До лечения и после лечения. Если сравнить постконтрастные изображения, то мы видим, что действительно нет такого усиления, как было до лечения. Но если посмотреть на DVI, то мы понимаем, что вот это гомогенное, резко выраженное гиперинтенсивное изменение сигнала на DVI, свидетельствующие о том, что это продолженный рост. И, конечно, наиболее надежный инструмент – это PET с метионином, который позволяет убедительно сказать, что несмотря на восстановление проницаемостных характеристик и уменьшение зоны накопления контрастного препарата, вот что стало после лечения. На самом-то деле фиксация метионина такова, что речь идет о продолженном росте. И вот в этой таблице как раз я и попыталась обобщить все то, о чем только что говорила. И холин. Поскольку я уже так понимаю, что я время, наверное, свое... Я не ограничена, да? Я не ограничена, да? Хорошо, тогда я позволю себе чуть подробнее остановиться на этом слайде. И нижняя кривая, С-кривая, она как раз отражает нормальное распределение метаболитов. Речь идет о протонной спектроскопии. Самый высокий пик – это N-ацетиласпартат. Холин, он много ниже. Ну и вот это вот шумы, которые появляются. И так, вот это норма. И в интактном веществе головного мозга действительно и получали образец этого спектра. Но нас-то волнует. Вот зона, где изначально была анапластическая астроцитома. И в данном случае мы видим обширную зону, безусловно, отека с признаками масс-эффекта. А на постконтрастном изображении мы видим накопление контраста в виде узла. Что же это такое? Мы понимаем, что мы можем DVI выполнить. Мы понимаем, что можем выполнить перфузию. И можем выполнить спектроскопию. Вот на этом я сейчас и остановлюсь. Вот посмотрите, а, кривая, вот как она выглядит. Что для нее характерно? Так и хочется вот линию здесь провести и показать, что депрессия, депрессия всех метаболитов. Вот это типично для некроза. Никакой иной морфологический субстрат не будет приводить вот к такому тотальному, как по линейке, снижению спектра всех метаболитов. Что же? Итак, в зоне интереса там, безусловно, лучевое повреждение. Но вместе с тем мы на постконтрастном изображении увидели слева вот участок накопления контрастного препарата. И здесь же мы видим зону отека на Т2 флейер импульсной последовательности. И спектроскопия свидетельствует, что, к сожалению, вот здесь-то есть проявление продолженного роста. Мы видим снижение энстил аспартата. Вот какой он должен быть. Вот какой он должен быть. Здесь он много ниже. И пик холина. Холин – это маркер клеточных мембран. Соответственно, тут есть продолженный рост. Итак, если говорить о балгоритмах применения наших современных возможностей, то при клинически стабильном состоянии мы выполняем плановую МРТ, которая включает Т2 взвешенное изображение, Т2 флейер. И далее Т1 взвешенное изображение получаем до и после внутривенного контрастирования. И если нет прогрессии по критериям РАНО, а клиническое состояние стабильное, то дальше следует наблюдение, с какой периодичностью. Но если все в порядке, то, наверное, спустя пару лет это уже может быть раз в год. В первое время, конечно, это должно быть чаще. Я на следующем слайде остановлюсь на этом моменте. А если по критериям РАНО есть прогрессия, то обязательно выполняется перфузионное исследование, и далее следует принятие решения. Если есть клиническое ухудшение, то срочно выполняется магнитно-резонансная томография сразу с перфузионными исследованиями. И нет критерии по критериям РАНО никаких изменений, вернее, нет прогрессии, или же наоборот гипоперфузия, а значит, скорее всего, лучевое повреждение, то следует наблюдение, и то лечение, которое вам более близко и понятно, чем мне. А уж если есть прогрессия, то, соответственно, идет принятие решения. А в ситуации, когда речь идет о затруднении трактовки, конечно, позитронно-эмиссионная томография, но именно с метионином. Все остальные варианты, ну, по крайней мере, у нас в Санкт-Петербурге на текущий момент времени, это, безусловно, утраченные иллюзии должны быть, потому что только эта аминокислота позволяет достоверно визуализировать и дифференцировать церебральные глиомы. Итак, вот если говорить о сроках, то первый год МРТ с внутривенным контрастированием и перфузионное исследование, обязательно КТ-перфузия, конечно, в идеале должны выполняться каждые три месяца. А в дальнейшем на протяжении второго года один раз в шесть месяцев и далее один раз в год. Если же есть признаки остаточной опухоли или же продолженного роста, то в таком случае, независимо от сроков, прошедших от начала лечения, мы повторяем весь диагностический комплекс каждые три месяца на протяжении всего срока наблюдения. Итак, псевдопрогрессия, псевдоответ, лучевой некроз – это диагностические варианты, сопровождающие лечение. Лучевая диагностика располагает на сегодняшний день инструментами, которые позволяют адекватно оценивать эффект проводимой терапии. И мы, конечно, ждем новые биомаркеры, которые приходят в клиническую практику. И я надеюсь, что они сделают наши возможности еще более точными и более совершенными. И я не могу не пригласить вас на конгресс нейрорадиологов. Это третий съезд Национального общества нейрорадиологов, который пройдет 1-2 июля у нас в Санкт-Петербурге. И добро пожаловать к нам. Мы будем разбирать многие вопросы, в том числе и оценку эффективности комбинированной терапии. Я благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое, уважаемая Татьяна Николаевна. Я думаю, что мы будем задавать вопросы после каждого выступления, поскольку опыт показывает, что обычно потом времени не остается. Татьяна Николаевна запомнила очень важную тему, особенно важную для нейрохирургов, химиотерапевтов и радиологов, поскольку проблема продолженного роста злокачественных астроцитарных опухоль в первую очередь остается одной из глобальных проблем нейроонкологии в том плане, как мы понимаем нейроонкологию у нас в стране. У меня один вопрос. Все-таки МРТ – спектрография. Какая ее роль в диагностике? И вообще, когда ее нужно рекомендовать делать? И надо ли вообще? Вы знаете, если говорить о нейроонкологии, я думаю, что да, ее нужно применять. И, конечно, вот эта технология на сегодняшний день уже вышла из-за стен научно-исследовательских лабораторий. Она пришла к нам в практику. Вот у нас, например, на томографе. У нас ведь идут смешанные приемы. Это не только нейрохирургические пациенты и не только пациенты с нейроонкологией. Но вот дифференциальная диагностика. Что перед тобой? Ты видишь изменения и должен понять. Конечно, мы выполняем перфузионные исследования и мы выполняем спектроскопию. Не могу не отметить, что на сегодняшний день вот спектроскопия при всем, казалось бы, вот, пожалуйста, вот они, метаболиты. Она, к сожалению, сама по себе достаточно низкоспецифична. И нам очень сложно бывает провести дифференциальную диагностику. Но вот в случае дифференциации лучевого некроза, ну, любого лучевого ответа и продолженного роста, несомненно, это блестящий совершенно инструмент, который нам помогает. На сегодняшний день мы располагаем возможностями выполнять не только протонную спектроскопию, но в Москве, у нас в Санкт-Петербурге этого нет. Есть возможность выполнять и спектроскопию по фосфору, что открывает новые дополнительные горизонты, но вот чего не имеем, о том не говорим. Ну, конечно, у спектроскопии, я думаю, достаточно большое будущее. Но еще раз хочу подчеркнуть, что, к сожалению, специфичность ее очень невысока. Спасибо большое. Есть вопросы? Пожалуйста, да. Поехали. Присажите. Добрый день. Просто в своей практике мы не так часто используем катаперфузию, как MRI, и, в принципе, после окончания лечения и каждые 6 месяцев ПЭТ-КТ с медианином. И вот насколько актуально, просто посмотрел последний слайд, катаперфузию использовать? Вы знаете, я благодарю вас. Я говорилась, там просто написано, да, я ссылкой на автора, я говорила, что катаперфузия нет, просто перфузионное исследование. Вот, ну, я, конечно, я рада за вас, что у вас есть возможность каждые 6 месяцев каждому пациенту делать ПЭТ с медианином. Это здорово. Не всегда есть, и далеко не у всех есть такие возможности. Посему мы не можем пренебрегать всеми остальными инструментами, которые на сегодняшний день располагаем. Хочу добавить, что нет у меня данных на сегодняшнее время. Еще буквально 10-12 лет назад у нас в стране был всего один центр ПЭТ. И как-то готовил доклад, в 2010 году в Соединенных Штатах было только полторы тысячи ПЭТ-центров. У нас к тому времени было, наверное, 7-8 установок на всю страну. Исследование достаточно дорогое. Вот в Алмазском центре стоит 23 тысячи исследования головного мозга с медианином. Ну, примерно такие же цены у нас в городе и в других стационарах. Поэтому не все пациенты могут себе позволить выполнять это исследование. Вы позволите, я вот еще небольшую ремарку, если мы не ограничены во времени. У нас в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, вообще страшно сказать, у нас количество позитронно-эмиссионных томографов больше, чем в некоторых государствах, в частности странах Бенелюкса. У нас 11 позитронно-эмиссионных томографов. Но вот есть определенная дисгармония. Ну, основное количество этих ПЭД-томографов установлено в федеральных учреждениях. А в городских-то всего два позитронно-эмиссионных томографа. Но ни в одном из этих учреждений нет своего циклотрона. Вообще количество циклотронов у нас абсолютно недостаточное для того, чтобы обеспечить работу вот этих позитронно-эмиссионных томографов. С чем это связано? Это связано с тем, что город стоит. И несмотря на сравнительно небольшие расстояния, вот довести, например, метионин из Института мозга человека до Военно-медицинской академии, вот жители Санкт-Петербурга понимают, что по большому счету это не расстояние. Так вот этого времени не хватает. Метионин, к сожалению, утрачивает свои вот эти бесценные свойства, уже нет никакой радиоактивности, как бы ее не завышали. Остается, что только в тордезоксиглюкоза. Но в тордезоксиглюкоза, она в нейроонкологии совершенно неприменима. Другое дело эпилепсия, другое дело какие-то нейродегенеративные процессы. Это иное. Там в тордезоксиглюкоза применима и хорошо применима. Но вот с метионином обстоит ситуация очень сложная. Посему ПЭТы есть, а возможности обследования пациентов нет. Второй год у нас выделяется достаточно большое количество квот территориальным фондам на позитронно-эмиссионную томографию. И там достаточный тариф. Специально этот тариф рассчитывали для того, чтобы можно было обеспечить ПЭТ с метионином. И в общем в Санкт-Петербурге вот эта технология в настоящий момент времени достаточно доступна. Продолжение следует...